Священная поездка, священные места. Около 4000 казахстанцев в этом году совершили пятый столб ислама или великое паломничество в Мекку. Из нашей области в Мекку и Медину отправились 70 человек. По словам паломников, хадж прошел без происшествий, и наши соотечественники вернулись домой, выполнив свой мусульманский долг. Аида Ибраева подробнее. Перед тем, как выполнить пятый фариз ислама, каждый паломник прошел специально обучающие курсы, которые проводили имамы центральной мечети. Изначально планировали, что в священный город посетят 35 жителей Караганды, однако число желающих совершить хадж увеличилось вдвое. Священный долг исполнили 70 караганинцев. По словам одного паломника, церемония совершения хаджа прошла успешно. Хадж совершается в Мекке. Там такого, как говорят, давят, там такого ничего нет. Это все пустые слова, если кто-нибудь упадет. Все прибегают хаджи-хаджи-хаджи и поднимают его. Никакой эпидемии тоже нет. Все мирные люди там, там никаких этих нет, эксцессов не бывает. Если случайно даже заденет, он просит извинения. Стоит прямо, стоит и извинения просит. Ежегодно паломничество совершает около двух миллионов человек. Четырехчасовый перелет и еще два часа на автобусе не испугали мусульман. Паварис Мукашев первый раз посетил священные места. Мужчина говорит, долгий путь стоил того, чтобы увидеть Мекку своими глазами. Такой случай был, я проходил сзади машины, я вижу, он назад трогается, я его, раз, ее машину тронул рукой. Он думал, что он меня стукнул. Он вылез мне по-английски, сори, сори, сори. Я говорю, ладно, ладно, все хорошо, говорю. У них все хорошо, у них светофоров нету. Руку поднимешь, машины стоят, переходишь через дорогу. Очень там культурно, город очень чистый. Хадж, паломничество к священным местам Мекки – единственный столб ислама, который совершается строго в определенное время и только на территории Мекки. Тысячи мусульман ждут этого события всю жизнь и, посетив священный город, приезжают домой, переполнен новых сил и эмоций. Аида Ибраева, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.